Всем привет! Давно просили обновить обзор на эту героиню, так как старому обзору уже более двух лет и писался он в те далекие времена, когда в игре еще даже не было 20-х уровней подземелий, а сейчас как бы уже 25-е есть. Но самое важное, что сподвигло меня обновить обзор, это то, что актуальность этой героини до сих пор еще не канула к лету. Поехали! Ре. Это легендарная героиня типа Атака из фракции Темные Эльфы. Первым делом смотрим ее навыки. Первый навык называется Коррозия. Атака по всем врагам с вероятностью 30% накладывает штраф защиты 60% на 2 хода. С помощью книг мы можем добавить плюс 20% вероятности наложения, 30 превратится в 50, так как бьет она массово, достаточно хорошее у нас наложение. И также можем добавить плюс 20% к урону. Урон считается у нас по формуле 2,5 умноженное на атаку, атаки у нее 1343, для Леги это немного. Даже несмотря на то, что Лега старая, даже по тем временам базовая атака у него была небольшая. Банально выше можете глянуть стоит Бегун, они вместе вводились в игру еще во время бета-тестирования и у него атаки 1575, что даже по нынешним меркам смотрится довольно таки хорошо. В результате чего голого урона на базе у нее имеем 3357 единиц, очень и очень мало. Смотрим второй навык Мистическая волна, атака по всем врагам, если у цели есть штрафы, наносит на 50% больше урона. Штрафы не важно какие, штрафы она накладывает у нас на А1, А3, тут замечательно. Откат в базе 4 хода на самом деле тоже долговато считается, с помощью книг мы можем добавить только плюс 30% к урону. Здесь формула урона у нас 4,3 умноженное на атаку, голого урона на выходе 5774 единицы. Не сказать, что очень больно, очень сильно, то есть это где-то на четверочку. Но опять же не забываем плюс книги, поэтому в принципе урона тут получится неплохо и опять же не забываем про нашу приписку. И тогда уж точно, мы отсюда выживаем достаточно много урона, банально перед ней можно запустить ту же мадамку или любого другого раскольщика, тут будет больно. И собственно вишенка на тортике, чтобы вы понимали, в момент выхода этой героини в игре было всего 2 героя, которые умели на тот момент времени снимать бонусы с врагов. Это принц Камер и это Рея, поэтому за этими двумя героями все очень сильно гонялись. Третий навык называется Изгнание, атака по всем врагам снимает все бонусы, с вероятностью 50% с книгами 75 накладывать заморозку на 1 ход. Откат нереально долгий, 7 ходов, с помощью книг можем сократить до 6, это также безумно долго уже по нынешним меркам. И также с помощью книг можем добавить плюс 10 к урону. Формула урона 5,3 умноженная на атаку, на выходе 7117 единиц, это достаточно много даже по нынешним меркам. Если будем сравнивать с китами по типу Трунды, смотрите что у нас тут получается. У Трунды на самом деле на ее на А3 множитель всего лишь 3 и он небольшой, голого урона здесь даже и 5К нет. Все решает приписка, что Трунда может ударить дважды, если она ударит дважды, то у нас уже 9,6К урона. У Рея 7,1. Фушан многие используют, достаточно хороший герой. У него 5,7 всего лишь. Тот же Кандрафон 5,5, но там плюс его пассивка, то есть урон будет увеличен. И также заскочим к Магнару, у него 4,6 и также мы можем просто заставить бить его 2 раза, поэтому на выходе будет 9,2. Но вы увидите, что если сравнивать Рею с другими хорошими ДД, у нее на А3 достаточно больно все получается. И конечно мы не можем проигнорировать такой лютый откат, и поэтому если мы пойдем в какие-то долгоиграющие бои, то оно уже даст о себе знать, что А3 имеет долгий откат. Но если у нас быстрая схватка по типу арены, то тут мало того, что снимает все бонусы, плюс еще 75% вероятность, что у нас будет заморозка, соответственно враг потеряет ход, еще и больно бьет. Поэтому тут получается очень лютая комбо. Аура. Вот тут уже все не так круто, почему? Если мы говорим про мидгеймы позже, и вы намерены взять Рею на ту же арену, там 3 на 3 предположим, то Аура у нее не подходит. Хотя глядя на ее скиллы, у нее очень хорошая механика на арене получается. По поводу подземелья, если она выпадает вам в начале, вы еще в мидгейме, однозначно Аура придется вам по вкусу. 33% увеличивать скорость в подземках, это очень круто, это очень крутая Аура. Но мы понимаем, что после 20 уровня мы играем либо через выжигание, либо через яды, либо через пророчку, голого урона у нас уже немного. Поэтому это было очень актуально в момент выхода этой героини, потому что еще раз скажу, что были только 15 уровни подземок, и она там просто блистала. Сейчас уже совершенно другие требования у нас к подземельям и героям. Смотрим базовые параметры героя. Здоровье дали 15 195 единиц, ну по нынешним меркам уже маловато. Тут стоит отметить, что у нее защиты 1222 единицы. Для героя типа атака, защиты ей дали очень-очень много. У нас не каждый саппорт имеет подобную защиту. Атаки у нее немного, 1343, хорошо, что на А2 и на А3 у нее хорошие множители, поэтому бить она будет хорошо. Где она плохо бьет, это база. Скорость 98 по нынешним меркам уже немного, но в любом случае терпимо. Крит шанс 15 стандарт, крит урон 63. Вот тут кстати максимум замечательно, сопротивление 40 особо ей собру никто не дает. Меткость 0, вот меткость ей очень-очень нужна. Иначе будете ловить сопротивление, когда будете снимать все бонусы. Особенно, скорее всего, вы потащите ее на арену, поэтому максите меткость, чем больше, тем лучше. Оценок много, 6271 оценка, потому что героиня была очень-очень востребована. И по сей день много кто ее где применяет. Долго тут останавливаться не будем, вы видите какие превосходные оценки. Просадка. Владыка демонов, он же КБ. Там она нам полезна только своим пробитием на базе. И понятное дело, что у нас есть куча других героев, которые могут это сделать и что-то еще для команды. Замок Лава Рыцаря здесь исключительно из-за того, что у нее нет мультихидов. Вот такая арея будет у нас на обзоре. Это героиня на моем аккаунте. Дал я ей 2 комплекта на меткость и 1 на скорость. Одевал я ее, конечно, уже давненько. По-хорошему можно было бы уже ей дать сеты на расторопность. И одевал я ее с закосом на арену. То есть меня интересовала скорость, меткость. На сдачу я давал ей уже умение бить. По артефактам сапоги на скорость, доспех, атака, перчатки, крит шанс. Если получится у вас так собрать, что перчатки отдать на крит урону, при этом был бы хороший крит шанс. Welcome. Вы знаете, что А2, А3 Рея умеет бить. По бижутерии знамя у нас на меткость. Тут, к сожалению, не очень хорошее. Старайтесь так, чтобы проки были у нас, естественно, в скорость. Потому что чем быстрее Рея пойдет, тем лучше. Но то, что было, то ей и дал. Амулет, крит урон и перси на атаку. Суммарно получили вот такие характеристики. Не сказать, что топ жир, но этого достаточно, чтобы героиня уже раскрылась. По книгам. У меня на фуловой книге, конечно же, нужно вливать, потому что очень долгий откат на А3. Плюс мы увеличиваем вероятность заморозки, а это важно. На А2 у нас только увеличение урона. И на базе больше всего нас интересует, конечно же, штраф защиты и в меньшей степени уже урон, потому что урона тут немного. По талантам. Таланты я переделывал, когда у нас вышла гидра и когда можно было с помощью инквизитора набивать там большой урон. Так как лавочку прикрыли, то в принципе эти таланты можно сворачивать. Если вас интересует ВДМ и Роковая башня, можете подобные таланты оставить. Если же вас интересует арена, конечно же, мы берем ветку поддержки и мы берем талант Орлины Глаз в конце, потому что нас интересует меткость. Чем больше меткости у нашей Реи, тем лучше. Попутно добираем навыки, которые увеличивают базовые параметры от комплектов артефактов. Так мы и опять же к меткости добавим и к ее скорости добавим. Также знаю, что через Рею закрывают 20-ю паучиху, когда хотят забрать арбитра. Все из-за вот этих талантов, когда на контур атакуют. Это прохождение называется через убиение паучат. Раньше оно было очень широко распространено, сейчас уже очень много героев появилось, которые наносят урон относительно максимального здоровья врага, потом ввели пассивку. Это прохождение также стало не совсем актуальным и последнее время все проходят через выжигание. Но думаю 20-ю паучиху через это еще можно проходить. Давайте отправимся в бой 12-3. Посмотрим, как хорошо или не хорошо Рея справляется с качем корма. В целом она естественно как создана для этого, потому что все ее А1, А2, А3 это массовые удары. Заодно посмотрим, как на ней работает автобой. Заходит она у нас А3 замечательно. Потом у нас идет А2, также всех убивает. Ну и один скорее всего не добьет. Да, не хватило ей мощей. В принципе мы понимаем, что мы можем собрать ей такой шмот, ну что она все-таки их убьет. Не самые большие показатели атаки и крит урона у моей Реи. Но вы видели, что Рея достаточно разогнана, поэтому она успела дважды походить и поэтому за 10 секунд мы прошли. В любом случае для кача корма Рея однозначно годится. Единственное, что возможно придется уйти на 12-6, дабы у нас еще не было вероятности, что Рея словит слабый удар. По работе автобоя довольно-таки все логично. Вначале она заходит у нас А3, подмораживает врагов, забирает бонусы, если таковы имеются. После этого мы заходим с А2, также у нас увеличится наносимый урон. Мы знаем, как работает механика А2. И потом уже идет с базы. Тут претензий не имею, все четенько. Теперь пойдем в подземелья. Первым делом давайте сходим к дракону. 25-й уровень подсвета уже не подходит. Пойдем, значит на 24-й. Команду к пророчке она естественно не годится, бафов у него никаких нет, она полезна не будет нашим. Поэтому мы все это дело разбираем. Дракоморфа оставим, даже без его яда. Также возьмем арбитра для залива. Рея конечно же пойдет во главу у нас. Возьмем ниндзю, думаю ускорит нам прохождение самого босса. И давайте ту же трундочку возьмем. Трунда у меня конечно арена, явно урона будет больше наносить. Потому что она просто собрана в урон. Сразу видим, пошла у нас заморозка, волны законтролены. Плюс у нас еще есть ниндзя, который... Ну тут конечно я не знаю зачем он это сделал. В общем это работа автобоя. Пересеклись у нас заморозки. В любом случае мы понимаем, что так у нас волны судя по всему вообще не походят. Пока они будут как раз откатывать свои небазовые навыки. А откат напоминаю у Рейна А3 он очень-очень-очень большой. 6 ходов, это очень много. И это с книгами. Вторая волна, пошел раскол, ниндзя молодец. Рея, нет, не успела еще откатить А3 свое. 20-25 наносит она урона у нас. Нет, все-таки враги у нас пошли. Рея откатить не успела свое. А3 и сама замерзла. Трунда пока всех убивает. Понятно автобоя, молодец, молодец. Ниндзя тоже в итоге одного только несчастного мопца заморозил. Минута 13 мы на боссе. Пока все живы, кстати, никто не умирал. Это замечательно. Мы видим, что она больше урона нанесла от срабатывания ВДМа, нежели голова. Это то, что я и говорил. У нас просто задрали планку. Подземелье уже выше 20 уровня. Лучше все-таки проходить либо через яда, либо через выжигание. То есть, ну, совершенно другие цифры урона получаем. Поэтому Рея отлично будет заходить у нас до 20-й также включительно. Но выше уже как бы, извините. Просто если мы сюда бы взяли ту же Элинарил, которая подорвала у нас, к примеру, яды, прохождение явно бы ускорилось. Смотрим, что на выходе мы имеем. Рея миллион, ниндзя 2.3. Трунда, если округлить, 1.5. Дракоморф 1.7. Вот ниндзя отработал у нас чисто на выжигании, на подрыве. Дракоморф чисто на ядах. И даже та же Трунда, у которой отличный тоже А3, который дважды наносит урон. Видим, что да, Рея эта Трунда переплюнула. Но Трунда все равно не дотянулась до героев, которые работают и через яд, и через выжигание. Таковы реалии сейчас с рейдом. Но в любом случае, Рея хороша. По лидерке она отлично сюда подходит. Плюс она достаточно стойкая, как для героя типа атака. На этом предлагаю закончить по подземках, потому что плюс-минус она будет везде одинаково работать. Единственное, зайдем на паучиху. Зайдем мы на 20 уровень, как я и говорил. Забираем наше выжигание здоровья. Предположим, у нас нет еще подобных героев. Страхалют это у нас также роскошь. Берем еще скиллу. И возьмем еще разный. Ему хоть сюда и не в цвет, но он точно будет у вас на аккаунте. Потому что его можно забрать в слиянии. Не знаю, заведется или нет. Потому что тут все-таки еще нужно подстраивать и скорости. Также нужно подстраивать и у кого сколько здоровья. Чтобы паучата шли и били кого надо. Надеюсь, все-таки они пойдут на Рею. У Реи будет срабатывать талант. Так, пробитие пошло. ХС-ки пошли. Разен, к сожалению, не наложил пробитие. Есть. Ага, нет. Все-таки пошли они бить у нас разеном. Ну, ничего страшного. Рея все равно, я смотрю, разделалась с паучатами. В общем, основная задача это убивать паучат. То есть, мы тут понимаем, что мы паучиху даже можем не удержать. И она все-таки съест паучат. Но основная наша задача как можно больше убивать паучат. И если паучиха будет все-таки их съедать, то она просто будет не так уже и сильно лечиться. Помогает нам, естественно, в этом Рея. Потому что у нее на базе, мы видим, очень достаточно хорошо она накладывает разлом. 50% для Ауешки. Это прям очень жирно и очень много. В идеале одеть ее в сет кражи жизни. И паучата будут бежать бить ее. Когда будет срабатывать талант, она в ответку будет бить всех и будет вылечиваться обратно. Единственное, что мы еще берем скиллы, потому что, ну, рандом так у нас устроен, что все-таки будут у вас моменты, когда Рею все-таки паучата будут убивать. Тут у нас паучиха даже не походила, но у меня как бы две хэски выкачаны. Если у вас хэсок нет, на эти слоты добирайте каких-то героев, которые также наносят как можно больше урона по площади. Чтобы они помогали Рею убивать паучат. И тут еще один плюсик, так как Рея замораживает паучат, это положительно влияет на время прохождения. Оно как бы уменьшается. К сожалению, подобная методика прохождения уже не настолько профитна, когда речь идет про ту же 25-ю паучиху. Потому что обычного урона мы уже наносим немного. Рея там нам поможет, ну, разве что как разлом, плюс ее возможность заморозить паучат. То есть мы притормозим паучат, как сейвер немного выступает. Ну, давайте попробуем зайти на 25-ю паучиху этим же составом. Ничего не меняем, никаких пресетов нет. Вот просто, чтобы увидели, что по урону уже совершенно все по-другому будет выглядеть. Рея заходит, подмораживает практически всех. Ну, как раз на свои 75% она и заморозила. Скилл у меня без книг, поэтому стана навешать не очень хорошо. Тут уже те же ХС-ки, видим, намного меньше урона наносят. Ага, здесь у нас, кстати, начинает бить Рею. Потому что разом-то уже красный, да, его уже бить не пойдут. Но, по-хорошему, тут, конечно, нужно разом-то менять на того же Сахатова. Поэтому, вот, видим, контратака пошла. И тут даже через таланты все равно Рея вылечивается. Но бьют очень-очень больно. В общем, нам нужны герои, которые накладывают массовый штраф атаки, чтобы паучата меньше били Рею. Потому что, ну, все-таки Рея не настолько толстая, чтобы выдерживать фуловую атаку от паучата. О, и снова контратака. То есть, видим, таланты неплохо работают. И еще раз контратака. И если бы на ней был бы сет на кражу жизни, она бы у нас вылечивалась полностью. Теперь отправимся на воины фракции и поговорим, как у нее тут дело. Вы видели, что оценка у нее 5-0. И это действительно очень-очень заслуженно. Потому что на первой волне у нас самые-самые противные, по сути, это у нас преподобные. Которые накладывают баф на увеличение защиты. Накладывают контратаку. И бороться с этим очень сложно. И таким образом, Рея, если их обгоняет, то у нас вероятность того, что она их заморозит. Они потеряют ход. И поэтому мы можем спокойно их разбирать в этот момент времени. Либо, если уже все-таки произошло непоправимое, то мы можем снять эти бафы. Также не забываем, что преподобные у нас работают через защиту. Рея достаточно хорошо накладывает у нас штраф защиты. И тем самым, как бы, уже преподобные и тоньше становятся, и их проще разобрать. То же самое касается у нас и Валькирии на второй волне. Во-первых, это их непомерные щиты, которые можно усмирить наложением, опять же, того же штрафа защиты. То есть, почти в два раза меньше щиты у них становится. Либо, если уже все-таки, опять же, произошло непоправимое, то мы можем снять эти щиты. Конкретно у меня в команде есть еще Мадамка. Поэтому, тут они уже между собой распределяются, кто быстрее успеет это все дело снять. Но, в любом случае, даже в той же Мадамке она больше, как аренная. Там тоже большие достаточно откаты. Плюс, тут неплохо раскрывается А2 у Реи, потому что мы видим, что у нас очень много штрафов. А у нас на 50% урон увеличивается на А2 у Реи. Вот обратили внимание, то есть, были щиты. Они, кстати, хоть и были небольшие, но Рея взяла это все, сняла. На самом боссе тоже видим, у нас мопцы накладывают достаточно противные бафы. Баф на блок урона и баф-блок дебафов. Поэтому, опять же, на пару с Мадамкой Рея это все дело снимает. 3.30, время обычное прохождение. То есть, тут у нас 4 минуты. Я считаю, что тут достаточно заслуженная хорошая оценка. Видим, что обгоняет у нас по урону только Завиа Реи. Ну, и опять же, это из-за подрыва ядов. Так она лучше всех дамажит. Тут однозначно крепкая пятерка. Даже если, я думаю, у вас будут 2 Реи, есть смысл и 2 Реи притащить на ВФ. По поводу роковой башни. Тут, опять же, все по желанию. Понимаем, что плюс-минус будут работать как в подземках. Исключение то, что у нее уже нет ее красивой ауры. Она работает только в подземельях. В роковой башне уже, как бы, извините, простите. Под конец трудной башни у нас действительно очень много героев, которые очень сильно обмазываются бафами. И Рея может нам помочь их разоружить. Конкретно эта команда у меня собрана для обычной башни. То есть, тут сплошные ДД. И Рея тут очень хорошо подходит, потому что у нее все удары, они массовые. То есть, зашли, раз, подморозило. Потом переходим на вторую волну. Есть. И потом третья волна. И тут, чем лучше у нее прокает разлом, тем быстрее мои все проходят. Опять же, обратите внимание, что до конца боя она не успела откатить свой А3. Потому что, ну, очень-очень долгий откат у нее. Поэтому, если уже и рассчитывать на то, что она у кого-то что-то будет снимать. Скорее всего, тут нужно играть руками и без необходимости А3 не использовать. По поводу гидры. Пока у нас есть голова страха, Рею брать можно. Также, если у вас в команде нет героя, который может наложить штраф в блок бонусов. В моем случае это Визия. Вы также будете брать героев, которые у вас будут либо сокращать длительность действия бонусов, либо будут их воровать. В последнее время сейчас модно через геоманта проходить. Но до того, как его распробовали и, в принципе, до того, как порезали таланты, адская смесь выглядела примерно следующим образом. Мы просто брали героя в лидеры с массовой атакой. И этой героиней, в принципе, могла бы быть Рея. И мы брали Инквизитора. Заходили в бой. И все, что нам необходимо было делать, это постоянно трогать голову мучений. Видим, что Рея у нас опять уже всех обогнала. Тут, в принципе, можем пока снова пойти с базы. Пока раскидываем всем пробитие. Видим, как отлично заливает у нас Инквизитор нашу Рею. У Рея, собственно, у нас ВДМ. Потому что от ВДМ она урона наносит больше, чем с руки. Опять же, у нас здесь еще нет бонуса на увеличение атаки в команде. Это могло бы увеличить ее наносимый урон. Тут уже, в принципе, бонусов у нас много. Но, опять же, в этой итерации не совсем круто. Потому что у нас аж целых две головы красные. То есть наша задача, естественно, тогда их убить. И надеяться, что вылезет что-то другое у нас. Но, в любом случае, схема рабочая. Сюда, в принципе, можно поставить кого угодно. То есть это не означает, что Рея у нас тут прям супер пушка ракета. И, кстати, здесь уже, так как у нее долгий откат на А3, вот то, что она стоит в лидерке, это очень хорошо. Все, что нам нужно сделать, это просто играться с рандомом. И когда мы убиваем голову мучений, ловить тот момент, когда заново эта голова будет появляться. Видим, что 37 тысяч у нас наносит урон ВДМ. И около 15 она наносит со своей базы. Очевидно, что в талантах ВДМ нужно иметь, если вы собираетесь ввести Рею на Гидру. В любом случае, если не будет у вас Инквизитора, либо не будет у нас головы мучений, а в следующей итерации Гидры это вполне может быть. Подобная схема уже работать не будет. И Рея на самом деле еще более или менее работает на первой, на второй Гидре. После этого физический урон вообще у нас не котируется. Мы снова играем через выжигание, либо играем через героев, которые наносят урон относительно максимального здоровья врага. Поэтому можно, но тут максимум ей 4 можно поставить. Как только порезали талант, как бы все, лавочку прикрыли. И остается у нас еще Арена. Платье непонятное дело, Рею мы уже не встретим. Арена 3х3, я Рею часто вижу. У меня, конечно, есть Атаман, поэтому он явно работает лучше, чем Рея. Он скидывает перезарядки у всех героев. Если против меня какие-то криски, я точно знаю, что будут непомерные щиты, то опять же есть у меня Мадамка. Поэтому я беру Мадамку, все-таки она дает еще и пробитие. И меня это очень интересует. Но, предположим, у меня команда вся та же, но вот нет у меня Атамана, нет еще Мадамки. Рею вполне можно рассматривать как Клинсера. Основная задача наша, конечно же, это обогнать врагов. Следующая должна зайти Рея. Как раз тут скорости очень сильно совпали. У нас успел зайти уже вражеский орбитер, раздал всем баф атаки. И мы такие, нет, извините, простите. Отдайте нам обратно. Это было больно. Отлично работают таланты у Реи. Все, на этом мы катку завершаем. Ну, вот тут тоже, что стоит отметить. Если бы у меня все-таки стояла Мадамка, то Пурнинг бы так больно не ударил. Потому что, помимо того, что у нас произошло снятие бонусов, Мадамка дает еще и штраф атаки. Рея, естественно, такого не делает. Сильно рассчитывать на ее заморозку тоже не стоит. До появления Трунды, на самом деле, Рея была в этом плане более универсальна. Потому что Рею использовали как ДД. Но сейчас мы уже понимаем, что Рея не может тягаться с Трундой по урону. Раньше просто Рея это все было в одном лице. Это у нас и Клинсер, и Подморозка, и Урон. Ее так одевали, что если она сразу во всех не шотнет, то еще просто заморозит. В принципе, мы можем Трунду убрать, если мы возьмем ту же самую Мадамку. Да, у них будет Клинс пересекаться друг с другом. Но под разломом, я думаю, в принципе, даже моей Рее уже будет хватать мощности и пробивать наших тоненьких ДД. Давайте посмотрим. Заходим. Да, все. Давайте подводить итоги. Что хочется сказать? Рея продолжает оставаться актуальной героиней. Единственная претензия, которая теперь у меня к ней есть, это очень большой откат. С книгами, 6 ходов, ну это нереально долго, просто очень-очень долго. Во всем остальном, более-менее адекватные еще множители на А3, на А2. База, конечно же, бьет слабо, но тут она больше как разломщица нас интересует, потому что 50% вероятность наложения штрафа защиты тут по сингл-цели у многих героев подобная вероятность. Тут бьет массово, и такой же процент, ну как бы это тоже о чем-то договорит. Из таких мест, где она актуальна даже после мидгейма, это однозначно Войны фракции, 21 уровень, она просто рождена для них, и это арена. Особенно с появлением арены 3 на 3, нам как бы нужно теперь больше нормальных дд иметь в команде. И если на обычной арене все-таки мы уже можем отдать предпочтение там Фоли, либо Трунде, либо Магнару, то арена 3 на 3, в принципе, это то место, где Рей еще может отлично вкатить. На этом обзор подошел к концу, спасибо за просмотр, и до новых встреч, пока!